Ситуация с наводнениями в восточно-индийском штате Бихара, северо-восточном штате Ассам, остаётся напряжённой. Число погибших возросло до 89. Разлившиеся в сезон дождей реки сметают целые деревни. Так, начиная с мая, река Брахмапутра-Васами, одна из крупнейших в мире, затопила более двух с половиной тысяч населённых пунктов. Свои дома были вынуждены покинуть 2 миллиона 750 тысяч человек. Люди перебираются на возвышенности и селятся вдоль дорог с остатками пожитков и домашним скотом, который удалось спасти. «Нашу деревню смыло, теперь здесь ничего нет. Мы собираемся перебраться в безопасное место на другом берегу реки. И мы не знаем, сколько нам придётся там оставаться, потому что сейчас сезон дождей, и ещё будет два-три наводнения». Власти Индии направили в пострадавшие районы спасательные команды. Пытаются добраться и до отдалённых деревень. «122 команды работают в 20 штатах по всей стране. Но фокусными сейчас остаются Осам и Бихар». В то же время бежавшие от наводнения жители округов Самадсипур и Музафарпур в Бихаре говорят, что никакой помощи от властей так и не дождались. Им помогают местные жители. «Я строю самодельный дом. Начались наводнения, поэтому мне приходится строить новый дом для семьи. Мы не можем жить под дождём. Нам не организовали никакой помощи. Прошу власти как-нибудь нам помочь». Сезон дождей в Южной Азии длится с июня по октябрь. Наводнения с человеческими жертвами в регионе бывают каждый год, различаются лишь интенсивностью. В этом году обстановку осложняет пандемия коронавируса. Индия на третьем месте по числу заражённых в мире, и переселение людей может усугубить ситуацию ещё больше. Этого 93-летнего мужчину немецкий суд Гамбурга признал виновным в соучастии в убийствах 5232 заключённых в нацистском концлагере во время Второй мировой войны. Его приговорили к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. Это был один из последних судебных процессов над бывшими нацистами и работниками концлагерей. Обнародовали лишь имя осуждённого Бруно. Он работал охранником в концентрационном лагере Штутгов близ польского Гданьска. По решению суда его признали виновным в соучастии в убийствах в период с августа 1944 года по апрель 1945. Мужчина подтвердил, что в то время работал в лагере. Однако отрицает свою причастность к убийствам. Согласно историческим записям, в ходе войны в том концлагере было убито около 65 тысяч человек, многие из которых были евреями. Бруно на момент преступлений, которое ему вменили, было 17-18 лет. То есть на него распространялись особые директивы для определения меры наказания. Изначально прокуроры требовали приговорить его к трем годам тюрьмы. Как сообщают местные СМИ, осуждённый извинился за страдания жертв, однако ответственность за это на себя не взял. В целом, заседания по делу продолжались не более двух-трёх часов в день из-за слабого здоровья Бруно. Несмотря на то, что число подозреваемых сокращается из-за преклонного возраста, прокуроры Германии пытаются привлечь к ответу как можно больше людей. Переломным моментом был приговор 2011 года, когда достаточным основанием для осуждения стала просто работа в концлагере, а не только непосредственное участие в убийствах и пытках. Через 20 лет в Мировом океане может оказаться в три раза больше пластика, чем сейчас. Таковы выводы нового исследования, которое опубликовали в журнале Science. Его подготовила группа учёных из организаций, которые занимаются продвижением экологических норм и стандартов. Согласно документу, во время пандемии потребление одноразовой пластиковой продукции увеличилось. Так, на отдалённые азиатские пляжи теперь постоянно вымывают маски для лица и латексные перчатки. А свалки по всему миру завалены огромным количеством пищевых контейнеров для еды на вынос и упаковки. В исследовании предлагаются способы решения проблемы. Они позволят сократить объёмы попадающего в океан пластика более чем на 80%. Также отмечается, что если не предпринять никаких действий, то каждый год в океаны начнёт попадать не 11 миллионов, а почти 30 миллионов тонн пластика. Это означает, что к 2040 году его станет 600 миллионов тонн. Это размером с 3 миллиона синих китов. «Загрязнение пластиком затрагивает всех. Это не ваша проблема и не моя проблема. Это не проблема одной страны. Это проблема всех. Если ничего не сделать, то будет хуже». В документе предлагают перенаправить миллиарды долларов инвестиций в производство альтернативных материалов вместо пластика. Также нужно строить предприятия по переработке и сбору мусора в развивающихся странах. В 1950 году в мире произвели 2 миллиона тонн пластика. К 2017 году эта цифра увеличилась до 348 миллионов тонн. Как ожидается, к 2040 она удвоится. В итальянском городе Лече прошёл показ модного дома Диор. Это так называемая круизная коллекция, которую представили на главной площади города. Зрителей на показе не было из-за пандемии коронавируса. Зато играл живой оркестр, а модели ходили среди людей, исполняющих традиционные танцы. В целом, показ был посвящён традиционным ремёслам и культурным особенностям итальянского региона Апулия. Кстати, отец художественного директора модного дома Марии Граци Кьюри тоже родом из этого региона. «Для меня показ в Апулии очень важен. Это как вернуться в детство». Модный дом Диор в создании коллекции обратился к центру, который занимается поддержкой женщин в итальянской глубинке. В итоге мастерицы помогли создать часть нарядов, используя технику макраме, создание кружева, а также производство ткани на станках. Особое внимание привлекло платье цвета слоновой кости. Оно было украшено десятками бабочек и роз из бобинного кружева. Их сделала одна из нескольких женщин, которые до сих пор владеют этим древним методом. «Я очень хотела бы, чтобы мы не потеряли эти традиции, а перенесли их. Нашли новые способы их увидеть, интерпретировали их, поскольку у них огромный потенциал. Они очень интересные, они позволяют нам по-новому взглянуть на будущее, особенно в это непростое время». Мария Грация Кьюри также сказала, что хотела пригласить на показ местных жителей и студентов дизайнерских вузов. Однако из-за норм социального дистанцирования не удалось. Индийцы готовятся к популярному празднику Ракша-Бандхан. В этот день сёстры надевают братьям на руку священный амулет, который называется Ракха. Женщины в городе Бхопал решили делать браслеты вручную. Так они бойкотируют китайские товары, которые уже давно наводнили индийский рынок. Неприязнь к ним возросла из-за недавнего пограничного конфликта между китайскими и индийскими военными. «Я не стану надевать такие амулеты на руки братьев. Они не годятся, поскольку сделаны в стране, которая напала на наших братьев-солдат». Ракху делают из шёлковых и золотых, либо серебряных нитей. Амулет украшают бисером или полудрагоценными камнями. «Ракха символизирует любовь сестры к брату, а брат обещает всегда защищать сестру». Ракша Бандхан отмечают в августе. Женщины могут дарить амулеты не только братьям, но и друзьям. Также Ракху надевают на руку солдатам, поскольку они защищают всю страну. В Южной Корее впервые родился детёныш большой панды. Это произошло в зоопарке города Йон-Ин. Мама новорождённого – 17-летняя панда Айбао, а отец – 18-летний Лэбао. Детён из женского пола родился здоровым. Он весит примерно 200 граммов. Айбао сразу начала заботиться о малыше. Две взрослые панды прибыли в Южную Корею из китайской провинции Сычуань четыре года назад. Власти КНР сдали медведей в аренду на 15 лет. Обычно за год владения пандами нужно платить миллион долларов. Всех детёнышей зоопарки обязаны отдавать Китаю. Новорождённой панде выберут имя, когда ей исполнится 100 дней. В южнокорейском зоопарке она будет жить до четырёх или пяти лет. А потом её отправят в Сычуань. Зоопарк находится на территории развлекательного комплекса Everland, крупнейшего в Южной Корее. Панды из Китая стали одним из его главных украшений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова